В Саратовской православной духовной семинарии учебный год начинается так же, как это принято в других высших духовных учебных заведениях с божественной литургии. Митрополит Саратовский Вольский Игнатий возглавил богослужение и дал духовные советы студентам о том, как использовать благословенное время обучения во благо и с пользой. Сюжет наших ипархиальных коллег. Храм святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова находится в самом здании семинария. Здесь молятся преподаватели, сотрудники и, конечно же, студенты. Храм не закрыт и для сторонних людей, поэтому свой приход здесь тоже имеется. Божественную литургию в первый день учебного года здесь совершает митрополит Саратовский Вольский Игнатий. Митрополит Игнатий удостоил Ирея Сергия Паснова право ношения на перстного креста золотого цвета. После литургии в этот день совершается молебен на начало нового учебного года. Всякое полезное дело, дело доброе нужно начинать с благословения Божия. И от всей души желаю, чтобы студенты, которые учатся в нашей духовной школе, постигали не только науку теоретическую, но в первую очередь учились пастырской любви, взаимоотношениям между собой и научились любить друг друга. Потому что, живя вместе, имея разные характеры, это всегда непросто. Есть такое выражение «тяготы друг друга носите». Вот давайте будем носить тяготы друг друга. Конечно, учеба – это всегда труд, это всегда сложный труд. Но вопрос в том, что если человек желает постигать науку, желает познавать, развиваться, то есть с каждым разом, восходя от силы в силу, ему дается легче. Давайте не забывать о том, что, учась здесь в семинарии, нужно использовать каждый момент, чтобы научиться не только наукам, которым преподают, но и самое главное – научиться друг друга любить. И любить паству, которая будет когда-то верена. Затем в актовом зале семинарии состоялся торжественный акт. Протерий Дмитрий Русольцев огласил поздравления Святейшего Патриарха Московского в Сеярусе Кириллу учащим и учащихся духовных школ и других учебных заведений Русской Православной Церкви с началом учебного года. Проректор по учебной работе священник Антоний Давиденко рассказал о результатах приемной кампании на 2021-2022 учебный год. Общее количество студентов Саратовской Православной Духовной Семинарии по всем формам обучения в этом году составляет 147 человек. На базе семинария продолжается также обучение по направлению подготовки церковных специалистов в области катехизической деятельности. Общее количество студентов этого направления составляет 17 человек. Затем со словом к преподавателям и студентам обратился митрополит Саратовский Вольфский Игнатий. Семинаристам он напомнил о том, как важно в стенах духовной школы не только учиться, трудиться на послушаниях и молиться за богослужением, но и стремиться к причащению святых христовых тайн. Владыка подчеркнул, что с самых первых дней учебного года нужно входить в рабочий режим и самодисциплинироваться. В конце торжественного мероприятия Владыка вручил первокурсникам книги священного писания.